Вера вам. И вам веру. Мы православные христиане, рассказываем о распятом воскресшем Христе. Не хотите послушать о жизни вечной и о смысле своей жизни? Честно вам сказать, да, мне интересно такое послушать, но вы должны понимать, что я не верующий. Я реалист. Я аналоговый спец по образованию. Я считаю, что цифры есть всё. Понимаете? Я верю то, что есть что-то свыше. Тут я с вами свидетельствую полностью. Что-то свыше есть. Но то, что написано рукой человека, или там, как эти хатчики мне рассказывают, что Коран написан Богом, у них есть такое-то там писание, которое не человеком написано. Я не верю, что оно написано не человеком. То, что было написано человеком, можно переписать. Я изучал психологию, астрологию, и поэтому я понимаю вашу веру, ваше стремление. То есть я не говорю ничего против. Но, мне кажется, наш разговор просто ничему не принадлежит, поскольку я просто убежден реалист. Дело в том, что в Библии написано «сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Понимаете? В Библии написано. Как это так? Как это? Нет Бога? Как это так? Да, он сказал «в сердце своем». То есть он даже не сказал не устами, а в сердце своем. И почему? Там есть дальше ответ. Потому что развратились, совершили гнусные дела. То есть человек, который стремится к свету, он идет к Богу. А у которого злые поступки, прелюбодеяния, там, блуд, наркомания и так далее, он старается к этому к свету не идти. Почему? Чтоб не осветилась его душа перед Богом. Я вот сам уверовал. 26 лет к Богу пришел. Я та же... Да, 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 я у него телефон поступал. Я до 26 лет жил, как вы говорите, атеистом, да? То есть был неверующим. Все было, все грехи собрал в кучу. Но когда я в душе осознавал, что все-таки кто-то, как вы говорите, кто-то есть, высшее существо. У меня тоже это было понятие. И вот когда мне в первый раз дали в руки Святую Библию, Евангелие, я понял, что я это то, что я как раз ищу. Потому что в жизни я ничто не находил, никакого удовлетворения. Не думал, там, женщины как-то привлекают. Нет, я понял, что связан с ним, понимал, что это не то, что я ищу. Вот Библию взял в руки, я понял, вот он. И Господь мне открылся через это Святое Слово. Потому что в Библии есть на все ответы. Как мы должны жить, в чем заключается у нас смысл жизни. Не просто же, что прожил, сделал свои дела какие-то, а потом раз, и лопух на могиле у тебя. И, как говорится, рассеялся, как жидкий воздух, как в Библии написано. Нет, конечно. У человека есть бессмертная душа, в которой мы переживаем мысль, наш разум. Это все свойства души. Бог заложил, так сделал. И она бессмертная. И когда человек умирает, он сразу предстает на частичный суд перед Богом Создателем. А умереть мы можем в любой момент. Внезапная смерть. Пошел через дорогу, машина тебя сшибла, и все, ты на той стороне уже. Да, да, да. Я вот почему не верю в Богу, потому что как-то на моих руках умирал маленький ребенок, который сбил машину, там маму с коляской сбил. Я в Санкт-Петербурге, крупный город, второй город, блин, круто, круто. Очень люблю котов, честность. Вот за это респект и уважение. Вот котов я очень люблю. И вот как-то на мои глаза я сбила машину с мамой, с коляской. То есть я как бы, то есть у мамы переломала ноги, она нормально, то есть умерала. И вот я пытался, я вот его на руках держал, то есть, ну там, искусственное дыхание, еще что-то. Ребенок умер, прямо на моих руках. Понимаешь? И вот в этот момент я начал, я подумал, а где Бог-то? Почему ребенок-то умер? За что? Этот маленький ребенок, которому он только блудит, за что он умер? За то, что этот пьяный мудак нажрался. Я вот тоже срежу. За это умер ребенок. Где Бог? Где справедливость? Я вот этого, ну, я вот этого не могу понять, то есть, что, ну, а как, если есть Бог, хорошо, вот я, если я с вами соглашусь, то, что есть Бог, где справедливость в нашем мире в таком случае? Вот у нас чиновники, понимаешь, очень жестоко. Давайте я вам... То есть, ну, как бы... Давайте. То есть, ну, а где справедливости? Почему я плачу налоги, когда у меня есть два с половиной метра, у меня у вас... Если вы ездите в Зарядерской Федерации, на нас, на всех есть по два с половиной метра на каждого. Понимаешь, там золото, там нефть, там лес, там ископаемые, как бриллианты, то есть, ну, там очень-очень много всего. Но почему-то не мне платят наши государства, что они это достают и продают. А я плачу налоги, за то, что я проживаю в этой стране. Что за несправедливость? Где Бог? Почему такая несправедливость в нашем мире? Вот вы задали вопрос... Хорошо, объясните, пожалуйста. Да, вы задали вопрос, я вам отвечу. Бог заботится обо всех людях, независимо, маленький, ты большой, седой, ты с бородой, безбородой. Дело в том, что у Бога на каждого человека есть свой промысел. Вот вы говорите, ребенка сшибли. Вы говорите, где Бог? А вы же не знаете, где душа ребенка сейчас в данный момент находится. А души чаще всего именно детей попадают в рай, в Царство Небесное, которое Господь обещал. Понимаете? Мы же не знаем ту сторону. И на кого мы общим? На Создателя Своего. Он дал нам жизнь. Он дал нам глаза. Он дал нам наш, говорится, разум. И Он нас сотворил по образу и подобию своему. То есть, в отличие от животных, вот мы можем вот такие вопросы задавать даже Богу. Господь, а почему Ты так сделал? А Господь не отвечает. Он просто делает то, что Его воле угодно. А мы должны только лишь смиряться перед этим. У меня есть вера, понимаете? Вот я православный христианин. Я верю в Господа, нашего Иисуса Христа. Верю в Святой... Я своего сына крестил. Я сам крещеный, крестил своего сына, будучи неверующим. Почему? Потому что у меня семья и моей жены была, то есть, верующая. Ну и как это у нас полагается, то есть, то, что крещеный. Быть верующим или неверующим, это остается за ним. То есть, ну, серьезно. Смотрите дальше. Вы сказали очень правильную фразу сейчас, то, что... Как же, блин, извините, я забыл. Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте я вам скажу дальше. В Библии так написано. Неверующий Богу представляет его лживым. И без веры угодить Богу невозможно. Вот, например, вы покрестили ребенка без веры. А для того, чтобы, как говорится, было содействие благодати Божией, человек должен веровать, что он есть. И ищущим его Господь написан, воздает. Вот я, когда 26 лет обратился к Богу, я осознал себя полным грешников, встал на колени и покалывался перед своим Создателем. И Господь, вот когда я встал с молитвой, я остался совершенно другим человеком. Все грехи, которые у меня были, Господь сразу с меня снял. Там вот это пролебодяние, там пьянство. И курить я не курил ни разу, меня Господь сохранил от этого, от наркотиков. Извините, я курил, и закурил. Нет, вы не курите, не курите, пожалуйста. Мы тогда не будем с вами разговаривать. Не будем. У нас это запрещено. Хорошо, хорошо. Потому что кто... такой святой Иоанн Кроштадтский, он говорил, уста курящего демонская кадильница. Вот в храме к священию ходит кадит. Это он для Бога кадит. То есть, ну, как говорится, освещает иконы вот этим каждением. Вот. А та же курящая, которая курит, его побуждает к этому демону. Сатана. Вот вы его даже и в него не верите, а он все время человека толкает на грех. Вот этот дым он человеку не нужен совершенно. Бог не создавал для того, чтобы этот дым впускать в себя внутрь. Он бы тогда, может, какое-нибудь отверстие отдельно создал, чтобы ты мог его глотать. Он этого не делает. Почему? Потому что в Библии написано, что наше тело, вот это храме, называется храм Божий. Если кто этот храм разорит, то есть, наркотиком, пьянством, курением и так далее, вот этими, такими грехами, то есть, разрушает свою плоть, того написано, покарает Бог. Чем покарает? Болезнями какими-то основными. Ну, бывает там, самое основное, это рак распространенный. Бывает у человека там губы гниют, рак легкий происходит. Да что угодно может произойти с человеком. И все это по милости Божьей. Почему? Господь хочет, чтобы мы обратились через болезнь. Вот у нас один знакомый, парализованный Сергей, иконописец. Он 17 лет лежал на вытяжку, парализованный. Нырнул в воду в 30 лет вниз головой и ударился, видимо, то ли одно, то ли об ревно плавучее, не знаю. И разбил себе 7 позвонков вот этих шейных. И когда его вытащили из воды, да, да, да. Хлестил. Да, и когда его вытащили из воды, начали его откачивать и сразу нарушили нерв вот этот у него, столб, это поясничный, спиной. И он 17 лет лежал на вытяжку. И он сейчас, когда он уже год, он сперва роптал, а потом осознал, стал молиться и понял, что Господь его остановил. Иначе, говорит, я не знаю, чем жизнь закончил. А он был здоров, метр девяносто ростом, то есть крепкий парень, телосложение, физически развит. И он за это благодарил Бога, что Господь его остановил. Потому что, я не знаю, чем жизнь свою закончила. Может быть, где-то убили бы, или в пьянке, еще что-то. И он умер. И вот он как раз несколько лет перед тем, как мы сейчас примерно пятый-шестой день здесь находимся, в части рулетки, и наша основная миссия это рассказать людям о Христе. Что Христос сошел в этот мир. Родился через преснодеву Марию и всякие верующие в Него имеют прощение грехов и жизнь вечную. То есть, Господь, если вот, например, Евангелие от Яна, это вам, я вам скажу один стих из Библии, который включает в себя всю Библию. Евангелие от Яна 3.16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий... Вам видно, нет? Да, видно. Вы слышите меня? Тут царь в руку на меня видно. Я просто показываю. Ну, я понял. Мы в город... У меня царь в руку на меня видно. Ага. Я вам дальше скажу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить Мин, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что в Него веровал во имя Единородного Сына Божия. То есть, когда человек при жизни еще здесь, на земле неверующий, на нем находится гнев Божий, и он может в любую минуту умереть без покаяния. То есть, Господь отзовет его туда уже, и в вечности только будут адские мучения. Все, другого пути нету. Или ты соглашаешься, смиряешься перед волей Божией, как Господь заповедовал, то есть, верующего Христа, ты просишь прощения о своих грехах, грехов у каждого, никто не говорит, что он безгрешен, то есть, у всех полно этих грехов. Внутренне даже, вот, например, седьмая заповедь, Господь говорит, не прелюбодействуй, да, это седьмая заповедь, а он говорит, а всякий, смотрящий на женщину с вожделением своим, то есть, желанием, уже прелюбодействовал сердце своем, отца к женщине, просто захотеть в помыслах. Например, многие там говорят, а я никого не убивал, а Господь, шестая заповедь, например, не убей, а он говорит так, всякий, ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Ты просто лежишь под одеялом или где-то сидишь, разгневался на этого человека, да я встречу, я бы его убил бы. Все, ты этим самым уже нарушил заповедь. И также в Библии написано, что кто согрешит в одном, а их десять самых основных заповедей, тот нарушает весь закон. Почему? Потому что тот же самый законодатель дал и как заповедь не убей, так же заповедь не полюбодействуй. Понимаете, насколько мы греховны становимся перед Богом. Вот когда я Библию стал читать, вот это все перед моим взором вот это встало, Слово Божие, я понял, что насколько я греховен перед Богом. И вот это мне поставило на колени, я покаялся. И после этого Господь что у вас там происходит? И после этого Господь и после этого я помолился Господи и сказал Господи дай мне дерзновение в проповеди Евангелия. Я был очень стеснительный. Почему? Потому что я вот, например, раз я жил неверующий, я осознаю, что такое быть неверующим. То есть это куча грехов собираешь в основном в своей массе. Это Господь говорит идите проповеду Евангелия всей твари. То есть не твари это не подразумевается животное, а именно творение Божие, то есть человеку проповедовать Евангелие. И Господь посылает. Я вот, я понимаю, что если человек без покаяния отойдет в вечность, он погибнет, вечные мучения, оттуда возврата уже нету, все, окончательно, бесповоротно. Здесь только на земле мы можем покаяться. Здесь, есть, а там уже все, там уже, как говорится, за этом все. Вы знаете, в таком случае, что это неизбежно, то есть в это стоит поверить. Тогда, ну, подождите секундочку, я пытаюсь все-таки, я понимаю, я понимаю ваши пробоведи, что вы считаете очень правильные, в том числе для меня, то есть, ну, я тем более кури сигареты, принимаю алкоголь, то есть, ну, то есть, да, да, я понимаю, вы очень правильно сейчас говорите, то есть, ну, я понимаю веру, у меня, например, вот живой пример вам приведу, это моя теща, я был женат, то есть, у меня теща, она реально неверующая, то есть, ну, но она, у нее был неоперабельный рак, и она с помощью, она поверила в Бога, и у нее, ну, врачи не верили, и у нее пошел этот рак, то есть, ну, серьезно, это правда, то есть, ну, с помощью веры происходят великие вещества, великие, не вещества, неправильно выразился, а великие движения, понимаете, я могу понять тогда в случае, если действительно Бог есть, вера, да, это понятно, я по 2000, какой сейчас там, 19 год, 2019 год назад, просто, вот, мое личное понимание, вы извините меня, я скажу свою личное мнение, начать 2019 год, то есть, 2000, примерно, 119 лет назад, правители мира, там, я не знаю, там, масоны, или кто там были в те времена, понимали то, что люди, это стадо, которое уничтожает само себя, это стадо овец, который нужно направить куда бы то ни было, и они придумали веру, и начали крестовые походы, насколько это были жесткие крестовые походы, то есть, ну, серьезно, насколько, то есть, ну, эта вера, насколько нам, как бы, то есть, прививалась, я ничего не имею против веры, ни в коем случае, то есть, не подумайте, то есть, я не просто крестил своего ребенка, ну, тогда объясни, пожалуйста, в Библии сказано, Бог един, да, в Коране сказано, Бог един, и там, почти во всех религиях сказано, просто имена разные, так как тогда Бог может позволить такое, что вот два года назад у меня в метро взорвался человек и забрал с собой несколько людей, которые стояли вокруг него, как это, ну, вот теракт, вот я, вот про теракт сейчас, то есть, выйдет мусульмане, которые говорят, что мы неверные, то есть, ну, потому что мы верим там в христианина, а они также взрывают своих же мусульман, то есть, также их стреляют, потому что они не в того мусульманского Бога верят, я не понимаю, это я даже не хочу внедряться, как такое Бог может допустить, если внутри веры такая, такая, о, несправедливость, вот в этом, вот метро, вот у меня, я в Санкт-Петербурге живу, понимаете, вот недавно, вы слышали, может быть, пару лет назад, то есть, ну, был теракт, в метро у нас произошел, когда там Путин там приехал, у нас теракт, там умерло несколько человек, то есть, ну, сколько там, там, что-то 10-12, я не помню, неважно, сам факт, как такое могло быть, если тот человек, который себя взорвал, он говорил, что я верующий, и я за счет, что, блядь, то есть, ну, если, извините за мат, пожалуйста, если даже я не верю в Бога, ну, я же не являюсь, меня нельзя забрать на тот свет, только за счет того, что я не верю в Бога, а они так считают, как такое допустимо, если есть Бог, вот, я вам отвечу, я вам повторю еще раз, то, что я вам говорил, человек создан по образу и подобию Божию, в чем оно заключается, мы свободны, мы свободны, как на добро, так и на зло, вы говорите про мусульман, мусульман, это, в их учении говорится, что они верных, они верных уничтожать, христиан брать в плен и брать в них какой-то там, как говорится, там налог, да, вроде бы, закят, да, но смотрите, у нас христиан, Господь Иисус Христос, в Ветхом Завете было так, для иудеев написано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего, а я говорю вам, Христос говорит, а я говорю вам, то есть противоположное, любите врагов ваш, вы не закуривайте, пожалуйста, не, 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 прекращайте, не надо ничего, Ветху, душите, вот, а Господь сказал, Иисус Христос, а я говорю вам, любите врагов ваши, все, как бы мне не хотелось, как говорится, плохие люди, как бы мне не хотелось, что может что-то им плохое сделать, Господь говорит, а я говорю вам, любите врагов ваши, все, я смиряюсь перед заповедью Божиим, я вам еще раз повторю, у человека есть свободная воля, и он свободен, вот, например, взять нож, ножом я могу резать хлеб, могу масло намазывать, а могу подойти и убить человека, Я вот, например, до того, как обратился ко кресту, я одного наркомана чуть ли не зарезал. Почему? Потому что они очень наглый народ. И меня до того сатана довел, что я хотел человека этого убить. Но Господь не допустил. То есть я побоялся этого убийства. Меня Господь остановил в этом безумии. А можно я при вас покаюсь? Вы перед Богом покаетесь. Перед Богом надо каяться именно на это. Когда вы дома сейчас, вот мы закончим беседу, вы встаньте на колени перед Богом и скажи, Господи, прости меня. Вот что такое вера? Это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Что такое вера? То есть надо верить, что Бог живой. Он живой, Он всюду, Он рядом находится. Встаньте и покайтесь. И попросите самого главного Бога веру. Веру, Господи, дай мне веру. И после этого вы увидите, жизнь изменится совершенно. Я со слезами как молился, мне Господь дал такое дерзнение именно в веру. И сейчас вот я уже сколько, с 26 лет уверовал, сейчас мне 40 уже. Вот 14 лет я как уже верующего Христа. И никакой грех ко мне не прилипает. Почему? Потому что Господь меня избавил от этого. Я вам еще сообщу одно. У нас есть канал на Ютубе. Запишите его название. Зайдете, у нас там... Сколько у нас там? 3 тысячи 700 роликов. 3 тысячи... Нет, 13... Сколько? 13 тысяч. 13 тысяч 700 роликов. И вы там много чего найдете для себя полезного. Запишите название открытых. Не роликов, а подписчиков, наверное. Нет, подписчиков у нас 29 тысяч. 29 миллионов просмотров. Вы запишите название... 13 тысяч роликов? Да, 13 тысяч 700. Вы запишите название... Видите, у меня Ютуб... А, да, подожди секунду. У меня просто компьютер... Вот это вот. Да, жду. Открытым оком? Открытым оком. То есть глазом. Открытым оком. Да, я вижу вашего собеседника. 29 тысяч. Вы уже нашли, да? 29 тысяч, да. Я подписался на вас. Ну все. Я буду смотреть... Просмотров. Я буду смотреть, вполне вам серьезно говорю. Но стану ли я верующим, это уже останется, наверное, для меня самого. А если я им стану, значит, вы свою миссию... Запомните, выбор за вами. То есть выбор за вами. Здесь Бог на нас не насилует. То есть мы должны сами это сделать, выбор. Он отдает нам полную свободу. Как хочешь поступай, но за все придется держать ответ. Все, это вы должны точно знать. И у нас также есть сайт под этим же названием. Открытым оком во свете Библии. Сайт, форум. Там очень много найдете для себя тоже полезного. О покаянии, о крещении. Какое должно быть крещение вообще? Крещение должно быть троекратное погружение в воду. Священник должен погрузить троекратно в воду. Как ребенка, так и взрослого. Независимо. По макушку, по макушку. Да, прямо полностью, да. Ну все. Спаси Христос вас. Я за вас... Всего доброго. Мы сами с Барнаула. Так что мы за вас будем молиться. Благослови вас, Господь. Помолитесь, пожалуйста, за моим близким. Всего вам благого. С Богом. Покажи ему надпись. Что там? Нет, нет, он уже нашел. Он уже нашел. Нашел. Да, я уже подписался. Я уже подписался. Ну все. С Богом. Это самое. Спасибо вам. Все. О жизни вечной. О суде Божьем. А также о смысле жизни для человека. Вы знаете, в чем заключается смысл человеческой жизни? У вас стрим, что ли? Что значит стрим? Прямой эфир. Нет, у нас не прямой эфир. Но мы записывали на видеокамеру. У нас есть большой видеоканал. Сектанты, что ли? Мы православные. Я же перекрестился перед вами. Сектанты вы? Мы православные христиане. Сектанты хоть одного знаете, чтобы он крест на знамение делал? Господи, благослови. Все, ничего ему не надо. Мир вам. Плохо слышно. Мы православные христиане проповедуем о Христе, о жизни вечной, о смысле человеческой жизни. Вы знаете, в чем заключается смысл человеческой жизни? Я умираюсь. А? Я думаю, что смысл жизни поделит. Что вы говорите? В чем смысл? Я говорю, что в детях. Что там? Связь какая-то. В детях. Я говорю, в детях. А, в детях смысл? А в детях точно так же умрут, как и вы же. Любой человек умрет. Видите, в чем заключается смысл человеческой жизни? Что человек рождается в этот мир, чтобы познать, кто такой есть Бог-Создатель, исполнить его здесь волю, исполняя его святые заповеди, и наследовать жизнь вечную, через сына его, единородного Иисуса Христа, который... Не надо. Мне не надо. Я лучше в детях. Все в детей. Вы же все равно умрете, а душа-то бессмертная. А там ад или рай. Если вы не верили, будет... Ну, что делать? Ну, что делать? Что делать? Будем жить в аду. Каяться перед Богом и наследовать жизнь вечную, вечные райские наслаждения с Богом. Два раза в год каясь. Что значит два раза? Два раза. Ну, вот на Пасху хожу и хожу вот на крещение. На крещение? А Господь говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Надо же соблюдать еще заповеди Божии. Я не могу. А с Божьей помощью все возможно. Когда апостолы... Подождите, я немножко вас прерву. Апостолы подошли ко Христу и сказали, Господи, как исполнить, например, чтобы была одна жена, не прелюбодействовать. Вот Господь говорит, если ты посмотрел на женщину с вожделением, то уже прелюбодействовал сердце своем. Одна жена, все как Бог. Вот. И Господь ответил, человека невозможно, но Богу все возможно. То есть Богу все возможно. Понимаете, Господь, Ему все возможно спасти вашу бессмертную душу. И вам помочь... Все правильно, вы говорите. Но есть такая тоже поговорка, на Бога надеяться, а на плашай. Понятное дело, что не значит, что если я верующий в Бога, могу ходить и делать какие-то грехи. Потому что у меня есть свободная воля. Я же за это тоже отвечу перед Богом. Притом, если человек верующий делает какой-то... Я с вами... С вами Бог согласен. Я грешу такой молотой. А когда взрослел, я уже стал вообще и грешу практически. Ну, бывает там редко что-то, но незначительно. Ну, это вы пока заповеди Божьи не считали в Святой Библии. Если вы их почитаете, вы поймете, что... Смотрите, у апостола Якова так написано. Если ты нарушил одну заповедь, нарушил весь закон, а их 10 заповедей. Вот, например, возлюбий Господа... Смотрите, первая заповедь. Возлюбий Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепости своей. Понимаете? Всем, всем, всем. То есть для Бога ты должен жить полностью, с полной отдачей. Не просто ты пришел на Пасху и на крещение Господне, а именно полностью ты должен отдать свое сердце на служение Богу. Рассказывать ближним о распятом и воскресшем Христе. Почему-то? Потому что Господь заповедовал нам нести это Евангелие всем людям, которые не знают Его. А просто вот там... А можно тогда вопрос? Говорите. Вот я вижу, вы не очень богато живете, правильно? Да. Вот смотрите, я живу в городе Питере. А мы в Барнауле? Ну, далеко у вас все там хорошее. Ну, а я в Питере. Многомиллионный город. Много возможностей всего. Я вот работал в одной конторе, ну, сердцемзатом, энергомонтаж, так называемое. И вот у нас один там, у веры в Бога, все это. И вот он время от времени к нам приезжал на работу. Ребята, сделайте это. Сделайте это. А нам что приходится? Брать материалы, электроды, варить там, решетки ему делали, еще что-то. Он там еще электроды прихватит. А мы ему говорим, по денег заплачешь за работу. Он говорит, да вы дашь церкви, денег нет, этого нет, этого нет. Так он выходит, что заставлял и нас воровать. Хотя он в Бога ведет. Смотрите, Господь Иисус Христос так сказал, по плодам узнайте моих учеников, то есть по делам. Если, например, я говорю верующий, а сам пошел и своровал, или соединился с теми, кто идет на воровство. Это понятное дело, что какой я верующий. У меня тем более за это будет двойное наказание, в несколько раз больше. Просто от Бога именно. Еще даже можно здесь, при жизни Господь. А мы для Бога это делали. Все там для него. Просили там денежку малую, на пузырек другой. А он Бог подаст. Насчет пузырька. Вот смотрите. Если каждый человек достоин, трудящийся, достоин пропитания. Так в Библии написано. Трудящийся, достоин пропитания. То есть, если ты потрудился, тебе должны заплатить за это. А он не заплатил. Он за это ответит перед Богом. Самое-то главное, чтобы вы... Вот и все. Видите, каждый человек сам за себя будет отвечать перед Богом. Каждый. Вот я за себя буду, вы за себя будете перед Богом отвечать. Вот знаете, вот у меня было в жизни несколько таких плохих поступков. Я вот до сих пор себя корю за эти поступки. Я, может быть, в церковь не хожусь, а на самом себя корю. И говорю, зачем ты тогда это сделал? Да, это совесть. Это тот участок души. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. То есть у нас совесть или оправдывает, или осуждает нас. А тот голос Божий, то есть нас побуждает. А он, я осуждаю себя. Это самый правильный путь. Но Господь так же говорит... Ближе к краю. Что? Я тогда говорю, я ближе тогда к краю. А, ближе к краю, вы говорите, да. Но самое-то еще... Одно из основных главных, это вера во Христа. Вы верите, что Христос распялся и воскрес на третий день? Что именно он на кресте взял все грехи мира на себя? Что этим самым он любил... Верить. Слава Христу. Читайте Библию и ходите чаще в храм. Каждое воскресенье нам заповедь дана. Помните... Я не могу так. С Божьей помощью сможете. С Божьей помощью сможете. Ну, начнем, что даже просто я не хочу. А вот в этом вы как раз и есть, наша свободная воля. А Господь говорит, если любите меня, Господь говорит, соблюдите мои заповеди. А вот четвертая заповедь... Скажи ему о ресурсах, я вам покажу. Вам показывает, у нас есть на канале в Ютубе, канал, он называется «Открытым оком во свете Библии». Заходите, у нас там 13 700 роликов, много полезного, узнаете для себя. Все, все. Понятно. Да, заходите. Там у нас православная деревня строится с нуля. И там много... у нас вся жизнь снимается на видеокамеру. То есть мы все показываем. Ну, понятно. Да. Все, Бог в помощь. Удачи. Та же у нас сайт и форум есть. Все, с Богом. Спаси Христос вас. Сказом о Христе, о жизни вечной, о Суде Божьем, что после смерти будет суд Божий. Если кто веровал во Христа, Господа Иисус Христа, тот у нас следует жизнь вечную. А кто не веровал, тот будет вечный гиен, гиене мучиться. Вы крещеный, да? Да. А в церковь ходите сами? Ну, бывает, да. Не так часто нахожу. Да. Видите, у нас есть заповедь четвертая. Помни день субботня. У нас у христиан сейчас воскресный день. То есть каждое воскресенье мы должны быть находиться в храме. Молиться вместе с другими верующими. Господа благодарить, славословить Его за все. Вы, наверное, и в литургии участвуете, наверное, тоже, да? В храме. Я не знаю, что это такое. А, не знаете, да. Дело в том, что человек, прежде чем, вот, например, должен прийти к Господу, он должен осознанно поверить в то, что Христос пришел в мир через присно Деву Марию. Для чего он пришел? Для того, чтобы взять все грехи мира на себя. Вот, видел, на православном храме есть крест православный. Вот на этом кресте была явлена любовь Божия. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Недородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Господь нас при жизни, если мы принесем покаяние в своих грехах перед Богом, Он также дает отпущение грехов и жизнь вечную. Но для этого мы должны здесь, живя на земле, исполнить Его святые заповеди. А эти святые заповеди написаны в Библии. У вас дома Библия есть? Да. Есть, да? Вот читайте, особенно в Новый Завет читайте, потому что это учение Господа нашего Иисуса Христа. А можно вопрос? Давайте. А вот, допустим, смотрите, когда человек умирает... Наши ресурсы скажи. Сейчас, сейчас, сейчас. Он вопрос задашь сейчас. Он потом в другого человека вселяется или как? Нет, это учение, нет, это не православное. У православных так. Это вам ресурсы даем, есть канал на Ютубе, открытый воком во свете Библии. Зайдете, у нас там 13 700 роликов, много полезного узнаете для себя. Я понял. Вот. То есть мы не перерождаемся потом в других? Нет, конечно, это же не православное учение. В Библии так написано, что человек однажды рождается в этот мир. В каком возрасте, это уже Богу известно, когда мы отойдем в вечность. И однажды умирает и воскресает или для жизни вечной, или на вечное осуждение. С дьяволом или ангелами его. Я понял. То есть у нас одна жизнь, у нас нет такого, что перешел там в животное, это другое учение совершенно. Не то, что Бог, Творец, нам оставил. Заходите вот на наш канал, так же под этим вот открытым воком во свете Библии. Наш есть сайт и форум. Вот так же заведете сайт и форум под этим же названием. Там у нас, мы, дело в том, что уже строим с нуля православную деревню. И там много роликов записано. То есть узнаете, что такое деревня, как живут люди верующие. Как они верят. Школа у нас православная, дети все верующие, там эти учителя верующие. Детский православный лагерь, 45 лет существовал. Там много, тоже для себя полезного, вы знаете. Спасибо большое. Ну все, Бог помощь вам. Спаси Христос вас. Вас тоже. Мир вам. Мы, православные христиане, рассказываем о распятом воскресшем Христе, о смысле человеческой жизни. Вы знаете, в чем заключается смысл человеческой жизни? Нет. Нет, да. Он заключается в том, что человек рождается в мир в этот, для того, чтобы познать, кто есть такой Бог-Создатель, исполнить его здесь волю, живя здесь на земле, то есть его святые заповеди, и наследовать жизнь. А? Не слышу, скажи ему. У вас это слабый звук. Поближе микрофон сделайте. Вы православные? Да, да. Мы православные христиане. Вы не Егова? Нет, Егова не крестится рукой. Все, понял. После Египта тоже православный. Ага. Егова, скажи наш ресурс. Мы будем рассказать о Христе, о том, что за гробом будет суд Божий, и за все человек будет отвечать, за мысли, слова и движения свои, то есть за все свои поступки, которые он здесь в жизни творил, делал. Если вы... За мудрость? Да, за помыслы свои. То есть о чем человек думал? Вот, например, есть седьмая заповедь, если вы православный, знаете, седьмая заповедь не про любодействие. Слышали такую заповедь? Ну, не про любодействие, типа как вы... Не изменяй своей жене. Есть блуд, это когда человек грешит блудом вне брака. А если ты в браке находишься с женщиной, и изменяешь ей с другой женщиной, это называется прелюбодеяние. И вот Господь... И вот смотрите, я вам просто объясню эту заповедь. И вот, например, Господь говорит, всякий смотрящий на женщину с вожделением, с желанием, то есть на чужую жену, уже прелюбодействовал сердце своим. То есть человек уже нарушил седьмую заповедь. Вот это и называется, что за эти помыслы мы будем перед Богом отвечать. И так касается каждой заповеди Божией. А их десять, самых основных. А для того, чтобы их знать, надо читать Святую Библию. Читайте Библию в толковании святых отцов Православной Церкви. У вас какие-то вопросы еще есть? А если человек живет в браке, но не венчатый? Это не гражданский, а блудный брак считается. Почему только... Когда ты венчаешься, только тогда ты можешь с женщиной вступать в половые акты. Почему? Потому что это законно. Это Бог так заповедовал. Так что читайте Святую Библию, и там на все найдете ответы. У нас также под этим названием, открытым оком во свете Библии, есть сайт и форум. Зарядите, и много полезного для себя узнаете. Спасибо. Ну все, Бог помощь вам. Благодарю. Все, спаси Христос вас.